Привет! Животные настолько удивительны, что за ними можно с интересом наблюдать часами. Некоторые из них пугают своей агрессией и непредсказуемостью, другие могут растопить даже самое ледяное сердце. В этом выпуске вы увидите удивительные случаи с животными, которые посчастливилось снять на камеру. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под этим видео. В стеклянных дверях есть нечто такое, что очень привлекает маленьких детей, и собак. Если бы голова петуха двигалась вместе с телом, он бы не мог концентрировать взгляд на объектах, поэтому она остается абсолютно неподвижной. В любой компании должен быть кто-то, кто расшевелит остальных и создаст атмосферу радости и веселья. После смертельной схватки с соперником у него на голове остался трофей, который наверняка усложняет ему жизнь. Может показаться, что они нашли общий язык, но вряд ли тигр хочет просто поиграть с малышом. Вы все еще думаете, что не создан для танца? Этот слон может стать отличной мотивацией поверить в себя. Чем еще заняться на ферме, как не искать способ сбить стол кулам? Настоящая дрожьба не знает границ видовой принадлежности живых существ. Для человека телефон – необходимый гаджет, но для этой черепахи это всего лишь ускоренный путь к любимому хозяину. Существует ли животное, которое спит слаще, чем этот поросеночек? В этот раз попытка сделать необычное селфи обернулась катастрофой. В отличие от людей, они за семейными обедами не общаются, а едят. У змей чрезвычайно подвижный сустав, что и позволяет им так широко раскрывать пасть. Скажите честно, вам тоже захотелось зевать, глядя на нее? Возможно, он задумался о том, как оказался здесь, вместо того, чтобы наслаждаться свободой. Кажется, этот милый пес очень напряжен и не знает, как относиться к таким объятиям. Без воздуха бегемот легко может находиться под водой до 10 минут. Здесь он может спать в то время, как рыба устраивает ему спа-процедуры. Обычно эти гигантские змеи живут в густых зарослях Амазонки, лишь изредка выползая на берег, погреться на солнышке. Почему именно рыжие коты всегда такие милые и неуклюжие? Эта змея – олицетворение всем известного древнего символа. Его львица с удовольствием плавает в бассейне. Видимо, некоторые кошки все же не боятся воды. Она думала, что домой добраться будет сложно из-за снега, но кто же знал, что настоящим препятствием станет враждебно настроенный олень. Даже если допустить, что они близнецы, это не умаляет странности их поведения. Хозяева и не знали, что в новой квартире для их собаки уже созданы все условия для развлечений. Когда вы выбираете, кого бы из представителей подводного мира покормить, очевидно, что акулы – чуть ли не наихудший вариант. Малыш еще не осознал, что пора бы ему уже отделиться от матери. Хозяева этого дома в штате Монтана стали очевидцами невероятной миграции оленей. Этого осьминога не остановить, когда он что-то задумал. Например, он легко справился с открытием банки. Нужно отметить, что они очень послушные и ответственные, раз оставили достаточно места для проезда автомобилей. Песец – один из самых холодостойких животных, может полноценно жить даже при температуре минус 60 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что это хищник, выглядит он ласковым и милым. Поразительно, как хорошо некоторые представители моря умеют маскироваться. Что же победит – любопытство или страх? Некоторые люди боятся собирать даже колорадских жуков, а для кого-то и сбор змей не проблема. Этому мужчине не страшно было бы доверить своего домашнего любимца. Продолжение следует – любопытство или любопытство или любопытство или любопытство или любопытство. Карликовые куры породы Сибрайт были выведены в Великобритании в начале 19 века и сразу же стали популярны среди знатных людей того времени. Вороны очень умные и поддаются дрессировке. Так из этой птицы сделали идеальное орудие для воровства. Жираф не понимает, почему они приехали к нему без угощений. Всем нам хочется найти кого-то, кто будет смотреть такими же влюбленными глазами. Бык наконец нашел способ, куда деть накопившуюся энергию и нереализованную агрессию. Один из самых зрелищных охотничьих приемов горбатых китов, когда они бросаются с открытой пастью в скопление рыбы или планктона, зачерпывая при этом воду, а затем с помощью китового уса отфильтровывают добычу. Похоже, этот пес никогда не пропускает тренировки. Интересно, как выглядит его хозяин? Это оказалось единственное место, где косатки могли вынырнуть и подышать свежим воздухом, поэтому их количество здесь впечатляет. Посещая парки сафари, хочется увидеть животных в естественной среде обитания, однако совсем не хочется попасть в такую ситуацию. Семейные прогулки на свежем воздухе в лесу всегда приносят море радостью и взрослым, и детям. А буржуй тут вот больше всех кричит и быстро бежит. Если в Испании традиционно является коррида, то в Азии можно увидеть такой аналог. Дельфины очень хорошо поддаются дрессировке и легко осваивают даже сложные номера. Главный принцип – поощрять их. Одно дело увидеть подобное в жаркой пустыне, но в населенном пункте, где лежит снег, это более чем неожиданно. Эта кроха себя чувствует комфортно лишь когда ее хозяин рядом. Не обязательно заводить собаку, чтобы было с кем играть во дворе. Он похож на огромную плюшевую игрушку, которую безумно хочется обнять. Не переживайте, она вовсе не застряла. Куницы могут легко рыть туннели и перемещаться по снегу в течение зимы, чтобы найти еду. Медведь появился настолько внезапно, что предотвратить столкновение было невозможно. Хорошо, что оба они остались живы. Этот морской котик не привык соглашаться на меньшее и не уйдет, пока не получит желаемое. Даже у Копибар есть свои олимпийские игры, на которых 7 лучших пловцов демонстрируют свои способности. Сен-Рен-Гетти славится своими широкими просторами и огромным количеством животных. Путешественники со всего мира стремятся попасть сюда ради впечатляющего события Великой Миграции. Композиция О, Майга. О, Майга. А не, они, они, они иди, они, они, они иди. Встреча со львом может оказаться незабываемым приключением, конечно, если повезет остаться в живых. Правда, этот мужчина стал свидетелем того, как этот цель зверей оказался в беде. Он не смог оставаться в стороне и всеми силами пытался помочь льву, за что тот, выбравшись из пропасти, его не тронул и ушел прочь. Мужчина и не подозревает, что оказался на пути величественного и сильного животного. Интересно, лев посчитает его подходящей добычей или все-таки пройдет мимо? Они настоящие счастливчики. Мало кому в своей жизни удается испытать невероятные эмоции, прикоснувшись к этим удивительным гигантам. Эти глаза могут растопить сердце даже самого равнодушного человека. Со стороны человека было очень подло угостить лишь одного верблюда, заставив остальных ему завидовать. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, надеюсь наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok